Доброе утро! С вами рубрика ЗОЖ и доктор Кузьмина. Все о здоровом и правильном образе жизни и о тех возможностях, которые дает нам природа. На полках аптек и витринах магазинов можно встретить необычные косметические продукты, а также гормональные кремы, сыворотки, капсулы и прочие. Назвать их новейшим изобретением нельзя, но в обществе до сих пор не сложилось однозначного отношения к такой косметике. О вреде и пользе гормональной косметики ведутся серьезные споры. Противники говорят о быстром привыкании и разнообразных побочных эффектах. Сторонники называют эти продукты настоящей панацеей от старости. Истина же кроется где-то посередине. Есть в организме такие активные вещества, назначение которых управлять разными процессами жизнедеятельности. Эти вещества образуются в результате деятельности экзокринных и эндокринных желез. Они способны легко проникать в кровь и распространяться по клеткам, которые реагируют лишь на определенные гормоны. После 30 к женщинам приходят мысли о морщинах и предвращении процесса старения кожи. Ведь именно в этом возрасте женщины обнаруживают у себя на лице, вокруг глаз и рта, на лбу первые морщинки. В период менопаузы наблюдается другая неприятность – уменьшение эстрогенов, которая нарушает синтез гиалуроновой кислоты и коллагена, что снижает эластичность кожи и резко добавляет большое количество морщин. Если в эти переломные моменты начать пользоваться гормональной косметикой, то результаты видимы сразу же. Недели через две кожа становится эластичной, а морщины исчезнут. Однако в разные годы в США, странах Европы и России появился запрет на добавление натуральных и синтетических экстрогенов в кремы. Гормональные препараты для внутреннего или наружного применения назначаются только после тщательного обследования. Исключительно по рекомендации эндокринолога, который берет на себя ответственность утверждать, что конкретная эстетическая проблема обусловлена нарушением гормонального фона. И по-другому ее корректировать невозможно. Причиной законодательно закрепленных запретов являются многочисленные осложнения, появляющиеся после использования гормональной косметики. Все это обусловило использование гормональных препаратов лишь по назначению врача. Однако гормональные средства используют в салонах красоты для борьбы с целлюлитом, рубцами и старением кожи. А иногда производители добавляют небольшую дозу гормонов, чтобы создать дополнительный эффект и увеличить продажи продукта. Фитотерапевты для красоты назначают женщинам фитогормоны, которые не нарушают природного гормонального фона. Семена льна, препарат Эромакс и природный витаминный комплекс Апитонус содержат фитогормоны, помогают не только в омоложении организма, но и в лечении многих недугов. В следующей передаче поговорим о косметике, содержащей фитогормоны. Лечение должно вести к выздоровлению, а не пожизненному приему лекарств. С вами была рубрика ЗОЖ и доктор Кузьмина. Здоровья вам и вашим близким. До встречи!